Отдать свой гражданский долг и проголосовать по поправкам в Конституцию можно по месту фактического нахождения. Теперь для этого не требуется оформлять открепительное удостоверение. Достаточно заранее подать соответствующее заявление в избирательную комиссию и выбрать подходящий избирательный участок. Сегодня такие заявления в избирком подали футболисты и сотрудники клуба «Ротор». Вместе с ними вникала в тонкости этой процедуры и наш корреспондент Людмила Хабло. Прошу оформить заявление о голосовании по месту нахождения. Ждем вас с 25 по 1 июля на нашем избирательном участке. Защитник футбольного клуба «Ротор» Антон Пескунов три года назад приехал из Москвы. И по его словам, город на Волге ему очень нравится. Стараюсь во всех выборах участвовать. Хорошо, что перед этим выбором появилась такая возможность проголосовать именно по месту работы, пребывания. Поэтому обязательно приду на выборы. Нападающий Камиль Мулин родом из Нижегородской области. Уже третий год под номером 72 он выступает за «Ротор». Прошлые выборы, естественно, нужно было ездить домой, голосовать на тех участках, на которых я прописан. А сейчас хорошо, что можно сделать это дистанционно и там, где я сейчас нахожусь, в городе, в котором я работаю. Для реализации своего права голосовать по месту нахождения гражданин РФ может обратиться в любую территориальную или участковую избирательную комиссию, а также отделение МФЦ и выбрать выходящий участок. Сделать это нужно до 14 часов 21 июня. Для заполнения заявления достаточно всего лишь предъявить паспорт. Сменить участок можно и через портал госуслуги. Функция доступна до 15 часов 21 июня. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Также граждане могут вызвать избирательную комиссию к себе на дом и проголосовать дома у себя. Это с 25 июня все можно сделать, по 30 июня. И также всех граждан мы ждем на избирательных участках 1 июля. Один из новых обязательных атрибутов помещения для голосования – антибактериальные коврики. На входе избирателям измерят температуру и обработают руки санитайзером. Каждому участнику в голосовании выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. По мере необходимости помещение участка будет обрабатываться. В целях соблюдения требований санитарного законодательства на участке 10-15 имеются необходимые средства индивидуальной защиты. Их достаточно, чтобы обеспечить всех тех желающих, которые придут на участок для голосования. И, в общем-то, вот все, что у нас имеется. Членов избирательных комиссий также экипируют по полной программе. Маска, перчатки, халат и защитный экран для лица. Закуплены средства для уборки и дезинфекции помещений. А для бесконтактного голосования избиратели вне помещения подготовили полиэтиленовые пакеты и антисептические салфетки. Людмила Хабло, Андрей Кирсен. Время новостей.